Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Иван Афанат. АПЛОДИСМЕНТЫ АЛЕКСАНТЫ 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 Уважаемые товарищи, сегодня герою Советского Союза Калиберде Ивану Афанасьевичу исполнилось 80 лет. По случаю этого мы сегодня с вами собрались, чтобы поприветствовать, почествовать нашего дорогого земляка Ивана Афанасьевича Калиберду. Родился Иван Афанасьевич 21 мая 1920 года в селе Великий Бурлук, Великобурлукского района, в семье крестьянина. Украинец, член КПСС 43 года. В 1939 году получил среднее образование, работал учителем, затем был призван в армию. Накануне войны Иван Александрович Калиберда окончил Ленинградское военно-инженерное училище. Действующей армией с 1942 года служил командиром взвода 6-го отдельного моторизованного поддонно-мостового батальона, 1-й поддонно-мостовой бригады Стекного фронта. Участвовал в боях на Курской дуре. В ночь на 29 сентября 1943 года взвод поддонеров лейтенанта Калиберды достиг Днепра в районе села Перевалочное и ныне Светлогорское Кобылярского района Полтавской области. Бойцы бесшумно навели переправу. В вечерних сумерках первую лодку быстро порудились автоматчики, пулеметчики, телефонисты. На носу с ручным пулеметом находился Иван Афанасьевич Калиберда. Вокруг стояла мертвая подозрительная тишина, изредка нарушаемая тихим ударом бёсел. Вдруг воздух разрезал свист первого вражеского снаряда, разорвавший у правого борта. Другой лёг слева, фонтаны воды, а вдали красноармейцев. Немецкие снаряды всё чаще ложились у цели. Когда лодка преодолела половину реки, а её борт защёлкали пули фашистского пулемёта. В пробоину хлынула вода, дыру закрыли пилотками. Появились раненые, осколок разбил весло. Но лодка, управляемая волевым командиром, плыла вперёд по реке, кипящей от взрывов снарядов и мин. Почти у берега вражеская пуля попала в командира. Теряя сознание, Иван Александрович Калиберда, Афанасович, извиняюсь, свалился на дно лодки. Над ним склонился сам инструктор. Придя в себя, лейтенант подал команду. Налечь на весло. И снова пал за бытие. Десантников возглавил комсорт подеев. Когда до берега было подать рукой, осколок пробил борт. Сапёр Зимов закрыл веру своей спиной. Выскочив из воды, бойцы бросились на врага. За проявленное мужество при форсировании Днепра, Президиум Верховного Совета СССР присвоил 26 октября Лейтенанту Калиберде Ивану Афанасовичу звание Героя Советского Союза. Эту радостную весть он узнал из письма однополчан, Лёжа на воспитальной койке. Как только рано зажила, он снова попросился на фронт И своим отважным пантанёром освобождал Румынию, Польшу, Венгрию, Чехословакию. После войны Герой продолжал службу в армии. В 1954 году подполковник Калиберда Иван Афанасович окончил военно-политическую академию имени Владимира Ильича Ленина, работал помощником военного прокурора Прикорпатского военного округа. В 1969 году полковник юстиции ушёл в запас. Трудился в органах прокуратуры Львовщины. Имя героя носит пионерская дружина Великобрлудской средней школы. Он почётный гражданин райцентра Великий Бурлок, живёт во Львове. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, двумя орденами красной звезды, медалями. Уважаемый Иван Афанасович, Великобрлудская районная государственная администрация и Великобрлудский районный совет сердечно поздравляют вас со славным юбилеем, 80-летием со дня рождения. Знаменательно, что вы, герой Советского Союза, наш славный и уважаемый земляк, почётный гражданин посёлка Великий Бурлок. Отмечайте своё 80-летие, год 55-й годовщины Великой Победы нашего народа над немецким фашизмом Великой Отечественной войны. В эти дни мы с гордостью и уважением вспоминаем подвиги миллионов фронтовиков, ценой жизни, отстоявшей честь и независимость Родины. Достоин восхищения и ваш личный вклад в разгром фашистских поработителей. 23 сентября 1943 года вы при форсировании Днепра совершили подвиг, за который удостоены звания Героя Советского Союза. Залечив рану, вы снова мужественно стали в строй и освобождали от врага Румынию, Польшу, Венгрию, Часловакию. После войны продолжали служить в армии, учиться в военно-политической академии, трудиться. И вас, славный подвиг и мирный труд, достойны наследования теми, кто знает об ужасах войны только по книгам и кино. Вас, уважаемый Иван Афанасьевич, знают и помнят на Великобрлучине от мала до велика, гордятся вами. Этому способствует и недавно вышедшая из печати книга «Великобрлучина. Страница истории», где достойное место отведено вашему подвигу и дальнейшему ратному пути. Желаем вам, наш героический земляк, большого счастья, крепкого здоровья и стойкого оптимизма в наше сложное время. Надеемся вместе с вами встретить и достойно отметить честилетие Великой Победы. Уважаемый Иван Александрович, Иван Афанасьевич, да что я вас перекрестил. Уважаемый Иван Афанасьевич, что мне хотелось сказать. Здесь присутствуют все руководители, в основном наших районных организаций. Мы сегодня собрались здесь, чтобы вас поприветствовать, сказать слова большой благодарности за то, что вы сделали в свое время. Мы вам благодарны, признательны. К великому сожалению, сейчас так сложилась ситуация, мы с вами буквально беседовали перед этим, что не всегда в наше время ваш подвиг оценивается так, как положено. в запустении или в загоне у нас на сегодняшний день в районе и военно-патриотическое воспитание. Я думаю, встречаясь в школах с нашими учащимися, учителями, вы в этом убедились. Нам надо эту работу налаживать в районе. Это никуда не годится, что люди, которые совершали подвиг, которые воевали во имя нас, чтобы мы здесь жили, здравствовали, работали и на сегодняшний день о них забывали. Поэтому я от всей души вам признателен, благодарен за то, что вы приехали к нам сегодня. И мы от всей души поздравляем вас с юбилеем, 80-летием. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия. Примите самые искренние поздравления. Большое вам спасибо и всего самого наилучшего мы желаем вам от души. аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто, товарищи, желает поприветствовать юбиляра героя Советского Союза Ивана Афанасьевича Пожалуйста, слово отдаем и без ограничения времени. Можно сказать, да, Виктор Иванович? Да, пожалуйста. Великолепный Иван Афанатович, вечерого сердца, дозвольте побажать, поздоровайте вас с ювелирной датой, 80-летним, побажать вам местного здоровья, добра в вашем жизни. И чтобы вы, как можно, частейше, приезжали до нас в район. Я витаю вас особисто від себе и пионерів, имя якої носила дружина Великобрудской школы. Щирого вам, міцного вам здоровья и всех найкращих побажей. Пожалуйста, Виктору Михайловичу слово, председателю районного совета. Уважаемый Иван Афанатович, уважаемые родные и близкие, присутствующие здесь Иван Афанатович, уважаемые наши ветераны, товарищи руководители, приглашенные. Сегодня у нас великий день, великий праздник. 21 мая, вот мы отмечаем с вами 80-ю годовщину нашего именинника, нашего героя Советского Союза, нашего почетного гражданина Великобрудка Ивана Афанатовича Килибергея. Неделю, ровно неделю он у нас присутствует на нашей земле родной, его родной. Значит, я вам хочу сказать, что мы с ним объездили крупные школы, организации. Встретился Иван Афанатович с детьми, с учителями, с ветеранами. Я должен сказать, что люди воспринимают, ну, так воспринимают, что я раньше даже этого и не встречал. Это говорит о том, что наше то застойное время, которое захватили мы, значит, недаром давали звание Героя Советского Союза, недаром давали ордена и медали. Люди, воспитанные из того времени, из того поколения, делали огромное дело. Иван Афанатович ратный подвиг совершил. Наши люди, труженики тыла, тоже давали победу для того, чтобы на своем трудовом фронте. Вы помните, я просто напомню, из 12 тысяч ушедших на фронт в те жестокие грозные годы вернулось, чуть больше половины, вы знаете, 6 тысяч, вернулось после войны. И на сегодняшний день у нас живых осталось ветеранов войны, чуть больше 600 человек. Из них, вот за эти 55 лет, оставшихся в живых ветеранов войны, ушло чуть более 5 тысяч человек за эти 55 лет после победы. Сложно, досталось им время нынешнее. Но, тем не менее, и у нас в районе, и в республике делало все, чтобы наших ветеранов, все-таки как могли районы, государство, все-таки поддержало и делается попытка, чтобы поддержать наших ветеранов. Я рассказывал, везде, где я встречался с Иваном Афанасовичем в организации школы, рассказывал, что на сегодняшний день из наших десяти городов Советского Союза, к сожалению, остался в живых Иван Афанасович Килиберда из наших десяти. И, слава Богу, вот так совпало, что и юбилей, и юбилей, и юбилей, и юбилей победы, и на свой 80-летний юбилей он все-таки встречает вместе с нами у себя на родине. Слава Богу, что так оно случилось. Иван Афанасович, большое спасибо, что вы дали сгоду, приехали до нас, и что целую неделю побыли вместе с нами. Пользуясь случаем, ну, мы, конечно, готовились к этому мероприятию, я должен сказать. Виктор Иванович вот вручит подготовленный хороший подарок, я думаю, ну, Ивану Афанасовичу нужно дарить подарки. Наверное, мы и не в состоянии нормально сделать, чтобы действительно та заслуга, которую он совершил в годы войны молодым офицерам при форсировании Днепра, сделал подвиг свой. Но, тем не менее, мы готовились к этому. Я хочу по старой доброй традиции славянской вручить, попросить наших девчат, чтобы вручили коровай хлеба с урожая прошлого года. Надеюсь, что урожай будущего года будет не менее весомый. Вот Виктор Иванович сегодня собирал, раскручивал, что, слава Богу, 11 миллиметров выпало в этом году, в этот сегодняшний день дождя. Будем надеяться, что урожай будет. Лена, прошу, вручи коровай хлеба. Иван Афанасович. Иван Афанасович, чёплый, чёплый. Чёплый, свежайший, только что спекли. Хлебопекарь старались, чтобы под ваш юбилей. Иван Афанасович, от районной государственной администрации, от районного совета разрешите вручить вам памятную, это не звезда героя, это памятная медаль о вашем юбилее, который вы встречаете у нас сегодня на Великобролучине. Я хочу вас поприветствовать, поздравить вас и вручить. Не, не, я сам, я сам. Она сразу прячется. Ваш юбилей, с праздником, здоровья вам, Иван Афанасович, счастья. В первую очередь, конечно, здоровья. А нам всем мирное небо, и чтобы мы все выжили и верили, что мы победим. Как и вы победили. Слово предоставляет Согнутову Николаю Тихановичу, председателю Совета ветеранов войны и труда. Уважаемый Иван Афанасович, Карьковский областной Совет Организации ветеранов Украины горячо и сердечно поздравляет вас с юбилеем в 80-летнем со дня рождения. Желаем вам, Иван Афанасович, доброго здоровья на долгие годы. Согласия в вашем добром окружении, семейном благополучии, вдохновения, нестекаемой энергии, творческого долголетия. Председатель Карьковского областного Совета Организации ветеранов Украины Котлеревский. Еще разрешите вручить вам удостоверение. Килиберда Иванов Афанасович является членом фронтового братства Харьковского областного комитета ветеранов войны, активным защитником Отечества. Ветеран фронтовик, честь нации и гордость Отечества. Председатель Харьковского областного комитета Международного Украинского Союза ветеранов войны, герой Советского Союза Остащенко. И еще разрешите вам вручить нашу юбилейную медаль, посвященную 55-летию подвига героев-альшанцев. Слово предоставляется Клавдии Анисимовне Аковитой, бывший заведующий музеем и автору книги за нашу юбилу. Пожалуйста. Шановный Иван Афанасович, Сьогодні з нагоди вашого юбилею в цьому залі зібралися представники громадськості. На чолі з головою районної державної адміністрації Віктором Ильяновичем Курьяновым и его заступниками, головою районної ради Віктором Михайловичем Курьяновичем и его заступниками, головою селищної ради, керівники господарств, предприємств, постанов, ваші рідні и добрые знакомые, чтобы засвідчить повагу и отдать данному шами вам, славному сыну земли Бурлудской, герою Радянского Союза. Великобрлудщину попросили називають землей героев. 10 героев Радянского Союза и 23 героев социалистичної операции зростила вона. Герои ж прославили и примножили багатство ее. Созір'ї героев Бурлудчан и имя Ивана Афанасовича Кельберди. Иван Афанасович через роки и вистань проніс и сберег палку любов до земли батьків своих, земли, где народился и зрис. Майже щороку он приездит у Великий Бурлук, чтобы вступить на рідную землю, вдихнуть свежесть ее повітря, клониться могилам рідних, зустрітися зі знайомими людьми. Рідний край, ніби життєдальне джерельце, з якого він черпає сили і енергію. Спочатку приїздив сам, згодом з синами, а потім з онуками, щоб і вони хронитись любов'ю, добраю рідного і дорогого йому. Провів онуків стежкою понад річкою Бурлук, що протікає в кільці ворота батьківської оселі. Колись ця рука була повноводною, в ній він купався за рюкки, в лупу див рибку, або сидів з русями, в закінку розлових вершок, розповідаючи щойно про чутені. Провів, аж до Залізничного мосту, де ріка була особливо глибока і повноводня, де купалися тільки дорослі, назад поверталися в губиці і села. Вітався за мостянами, які виходили із дворів, такий же свичень усімських життєвів, які теж радили здоровити його. Показав, де жили його друзі, брат Петро, де була батьківська хатина, розповідаючи, яким було і сталося розумістю. От у 1928-21 травня в великому бурлугу на Завості багатодітній селянській сім'ї Афанасія Дмитриця і Оксана Гардєєвна згодилася 10-та дитина – син Іван. То були дуже складні роки. Матеріальна скрута батьків відбилася і на ньому. Ледь виповнилися 10 років, як померла мала, болячи вразили дитячу душу отема існується. А Силатон – 1933. Знаходив притулок у старших братів Єлисеї і Петра материнською ласкою зі гадбалу цесору. Шли роки. Десять із них навчання в червоній школі. На моє запитання, як і риси характеру з шкільних років виповував у собі майбутній гравот, Серафим Гаврилович Азаренко, колишній учитель Івана Конасовича, відповів. Думаю, що Іван Калібердар став героєм Радянського Союзу не випадково. Відмінник навчання, консументний активіст, відзростав багатодітній працівникій сім'ї. Дистикленованість, стараність, організованість і відповідальність ставлення до будь-якої справи от що відрізняло виробів від одному рік. Так, там, де працював Іван, шкодючи на полі, ні його, ні товаришів перевіряти роботу не треба. Отже, головна риса високе почуття обов'язку. А його однокласниця Тетяна Кузьмівна Бондаренко сказала, він був надиво стараний і зібраний, мав велику силу волю, постійно гартував її, любив навчання і книгу, школу і товаришів, а з цього і починається любов до батьківщини. А ще великої скромністі відзначався, додала Тетяна Кузьмівна. Отже, основа психологічної і моральної підготовки до здійснення подвигу була закладена ще в шкільній і юнацькій роки. В 1939 році з відзнакою закінчив середню школу. Поступки до Ленінградського військово-інженерного училища в червні 1941 року училище перебазувалося з міста у літні табори в Лугу. На неділю, 22 червня, намічалось традиційне відкриття таборного збору. Вранці на свято йшли з троєм з піснею. Але на місці збору наказали вернутися до палаток, ретельно замаскувати їх і очікувати урядового повідомлення. О 12-й годині по радіо від імені Політбюро ЦК ВКП і радянського уряду молоток оголосив провіркований напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Війна. Одне це слово навіває жах. Військове училище, в якому навчався Іван Афанасьович з Ленінграда, було евакуйовано з України. Розмістилося в Кострові. Незабаром відбувся випуск, пише в спогадах Іван Афанасьович. Нам присвоїли звання лейтенантів. Ми прикріпили до чорних петлиць гімнастер по два червоні кубики. Це велика подія в житті військової людини. В ту сурову осінь з року першого вона набула особливого значення. Нам належало сповна використати одержанням училищі знання з інженерного забезпечення боєбудій наших військ. І Іван Афанасьович забезпечував їх. Сама назва військової частини понтонно-мостова, в якій служив він, говорить про характер його роботи на війні. Він наводив переправи через малі і великі ріки, наводив під зливою снарядів і куль, під ворожим бомбардируванням, яке бувало за декілька хвилин, зводили на Нівець багатогодинну роботу понтонерів. Звіддав Іван Афанасьович присмак гірмати відступу наших військ вини перед рідними. Відступаючи на хвилинку, заскочив додому, пишив спогадок Івана Афанасьович. Як зрадів зустрічі батько Афанасьій Дмитрович, я обняв міцно свого малого в офіцерській формі з лейтенантськими кубиками в петлицях шинелі. В сім'ї я був десятим, найменшим сином, а тому і звали мене маликим. Старші брати і сестри ще до війни розлетілися з батьківського гнізда, тож батьки зісталися синим. Ваня, а як вже ми? розгудленно запитав батько, прощаючись. Залишайте нас на призволяще? Ми повернемося батько, відповів я. Не панувати фашистам на Україні. Що я міг сказати, чим заспокойте рідних. Шостий окремий понтонно-мостовий батальйон, в якому був командиром зводу Івана Фанасович, забезпечував відхід і оборону частин і з'єднань військ Південно-Західного фронту. Так у червні 1942 року понтонери обслуговували і охороняли переправу через ріку Оскіл біля Куп'янська. В спогадах Івана Фанасович наводить виписку із журналу бойових дій батальйону за 24 червня 1942 року. Перечитуючи її, я ніби бачив світанок над осколом. На протилежному березі мелькали німецькі автоматники в касках і мундирах для гушачого кольору. Вони стріляли наугад, просочувались до мосту. Захисники переправи відповідали на гушничну кулеметну вогню. І ось почувся шум танкових моторів. Коли через 15 на місто вірвалися декілька фашистських танків. У цей же момент гарант вибух. Танки разом з уламками міска рухнули в річку. Бої за перетраву обискроливий батальйон. Його було виведом в Новоротньо-Новна-Марківка. Середній улітня 1942 року батальйон перешов розпорядження Сангасського фронту. Боєвим завданням фонтонного скалого батальйону стало забезпечення переправ через руху вону. Саме через нього йшли сили і техніка так необхідні для військ, які стримували наступ наступ. Нараз наступається воно. Фонтонер трудився не покладаючи сил пішли спогади Івана Ханасовича. Воєвництво моста через дом не залишилось непоніченим гормам і почалися групові нальоти по 8-12-16 ворожих літаків заходили на місток і сипали бомби китів від розпригів тихий дон. Рушились склади нашої праці. Міст біля Дивчного Акатова був переданий ротіст старшого лейтенанта Івана Лепченка, а наша перша рота приступила до будівництва нового мосту нижче потечі дону на 5 кілометрів біля станції трьох пастровстанів. Бодрували його так, таким способом з обох берегів одночасно. Знову важка матуша вімерація, знову найблоти ворожої авіації. Під час одного бомбардування авіаційна бомба ухвала піщаний грунт біля самохолосту, але не розірвалася. Командир доводи наказав, мені пише Іван Афанасович, знищить оборону. Цю невистачену операцію ми виконували радісті страшовою обережно зняли грунт до стабілізатора, коли вони казалися річністю вони виключили, що в момент війня в бомбі включився в одинокий механізм. Знешкодити її було не можливо, а тому треба було зірвати. Поклали зверху заряд тому, підійшли укриття і підкалили шнур. Заряд зірвався, а бомба – ні. Тоді збільшили заряд, спрацювали вибух такої страшної сили, і утворилася велика воронка біля моста, але були пошкоджені і дві опори його. Знов застукали баби, контонери ремонтували опори, міст був готовий. Через нього з правого берега відходили наші війська, машини з пораненнями, техніка. Ворог рвався вперед. 15 серпня 42-го року ранку міст атакувала група мисершмітів. Скинуті бомби бали неподалік мосту. Від детонації зірвався і міст. Уцілілим лишилось біля 70 метрів з того берега дону, до якого вже підходили ворожі танки і мотоциклісти. Іван Афанасович одержав наказ негайно зірвати у ціліву частину мосту. На виконання завдання піде з вами сержант Попов. Як переплети дону? Вирішили зробити плод. Стягували колоди, шукали скоби, стукали сакирами. Ворог замітив нас і відкрив вогонь. Переліт, не доліт. А одна із мін попала в залишок мосту. І він злетів в повітря. Так бойове завдання було виконано. Наступну сторінку фронтової біографії Івана Афанасовича є Сталінград. В штабі управління інженерних військ він одержав призначення командиром зводу 6-й окремий моторизований понтонно-мостовий батальйон, в складі якого він і зробив свій внесок оборону Сталінграду. Филююча була зустріч в Сталінграді Івана Афанасовича з братом Єлисеєм. Івана Афанасович пише в спогадах «Ми не могли наговоритися з Єлисеєм. Він був старшим від мене на 23 роки. В дитинстві опікав мене. Дивувався, що малий, уже литина, змужнів і вже хлібнув фронтового лика. Дату зустрічі запам'ятав на все життя. 23 липня 1942 року. Саме в цей день німецька авіація зробила перший навіт на Сталінград, піддала його бомбардировання. Пострадали не тільки воєнні і промислові об'єкти, а й житлові квартали. Війна прийшла в місто, в якому згодом судилося стати героєм і покласти початок ніщівного розгрому німецько-фашистській армії. Фронтова дорога нашого земляка пролягла також і через Курську дугу. У статті на вогняній дузі Іван Афанасьович писав, головним нашим завданням було спорудження низьководного моста через Сіверський Дінець в районі села Топлинка. Місце наведення, переправи і обладнання броду знаходилось під постійним вогномом чимало саперів одержало поранення багато загинувало. Але досі від танку 5 серпня 1943 року бойове завдання було виконано. Через переправу і вбрід танки з ходу пішли в бій за Топлинку і звільнили її. Того ж дня було звільнено міста Орел і Бєлгород. Особливе місце в бойовій біографії Івана Афанасьовича займає битва за Дніпро забезпечення переправи військ на правий берег Славутича. Я форсував Дніпро на переправі Каліберди. Іван Афанасьович, ви знаєте цю старіночку? На переправі Каліберди згадував Анатолій Нікихворич Кулінченко і лише пізніше дізнався, що переправу названо іменем Героя Земляка. Цю сторінку про форсування Дніпра, я думаю, розкриє сам Іван Афанасьович. Я лише зачитаю замітку під зливою куль із щоденної Червонармійської газети Другого Українського фронту Суворовський натиск від 5 листопада 1943 року в них писалось. Цитую мою оригиналу. Командир вызвал лейтенанта Івана Каліберду і сказав, ви командир 1-го десанта, вам надо первым переправиться на правий берег Дніпра. Лейтенант коротко ответив, єсть, буде выполнено. Ливень огня обрушился на 1-й парон, но он шел по назначенному курсу і достиг берега. Только не довелось ступить на правый берег командиру десанта. Его боевые друзья, вступив на правобережье, похоронили тело своего командира на Заветном берегу. Героя нет живых, но імя його сохраниться навеки памяти народа. Так писалось у цій газеті. Днями раніше указом Президії Верховной Рады СССР vagy 25 жовтня 1943 за виявлено мужenость и героист при порсуванні Днепра Калібердії Івану Афанасовичу присвоено звання героя Радянського Союзу посмертно. Но отважный офицер выжил. Выжил всем смертям на зло. И как только на рано затягнулась, вернулся в свой батальон. Он брал участь в боях за вызволнение Румынии, Горщинка, Словакчины, Польши. День победы встретил в польском городе Катовице. Пройшившись со своим батальоном, понад 5 тысяч километров фронтовых дворей, забезпечує форсування військами десятки дворечок. Після війни Иван Афанасович закінчив військово-юридичну академію, довгий час працював військовим юристом в Прикарпатскому військовому округу. Наказом міністра оборони України, полковнику відстанціям Иван Калиберда зарахований почесним солдатом інженерно-саперної бригади, в якій служив. А рішенням виконкому Великоборудській селищної ради героєві Радянського Союзу Івана Афанасовичу Калиберді за велику роботу по військово-патріотичному вихованню молоді присвоєно почесне звання почесний громадянин селища Великий Бурбок. Війна залишила в серці Івана Афанасовича Сувору пам'ять Івана Афанасовича АПЛОДИСМЕНТО Я виконаю ваше бажання і з задоволенням передам всі реліквії Музей. Широ, жачно! АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТО Прийміть от нас тоже подарок в честь пребування на родной Великобролуччині от свого серця ми вам вручаємо а так і желаємо всього самого найбуду. АПЛОДИСМЕНТО Так, пожалуйста, ще хто желає вискупити? Вікторівня. Да. Та ви так мене чествуйте, що я кожен год буду їздити. АПЛОДИСМЕНТО Ми будемо всегда зустрічати вас. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТО Скупак, Александр Никитович, хотість слово сказати. Пожалуйста. Ветеран войны. Товарищи! По порученню ветерану войны, оставшихся в живых сегодня, участников боевых действий, фронтовиков, разрешите, дорогой Иван Афанасович, поздравить вас с днем рождения, пожелать вам доброго здоровья и долгих лет жизни. АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТО форсирование Днепра, Румыния, Польша, Чехословакия. Мы одного фронта были, а потом, естественно, армии, дивизии там и прочее. Вот так волей судеб. И вы счастливчик, как говорится, товарищи, вы, уважаемый Иван Афанасович, дорогой, остались живы с десяти героев Советского Союза. Из двенадцати тысяч, те, которые ушли на фронт и которых погибло, значит, пять тысяч и триста шестьдесят человек. Вы оставшиеся живы. Пусть это счастье останется вам на долгие годы. Живи, дорогой друг, здравствуй. Вы не забываете нас. Мы вас помним, тоже не забываем. Будем долго и долго помнить. Счастья, благополучия вам и вашей семье. Приезжайте, мы всегда будем рады. Мы довольны, что вы приезжаете. Здоровья вам, дорогие друзья. Пожалуйста, еще кто желает? Нет желающих? Нет. Слово предоставляется героям Советского Союза, Калиберде Ивана Афанасьевича. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда принесли газету, я был еще больной и находился на излечении, можно сказать, в своем селе. И доехал в Казань. Из Харькова направляли в далекие эвакогоспитали. Ну и знали, что я герой. признанный государством. Один говорил, все мы герои. Он прав. Тот, кто участвовал на войне, кто был ранен, кто был награжден хотя бы одной медалью, он уже герой. Герой войны. А это герой Советского Союза. Он, видимо, не различен. Одного и от другого. Конечно, это высокая честь, высокая награда. А вы сегодня так рассказали, что я был, чтобы я еще не зазнался. Вот. Но это не будет. Не бойтесь. Мне очень приятно встретиться с руководством. Спасибо вам. Виктор Емельянович, Виктор Михайлович, Николай Тихонович, Клавдия Анисимовна. Вы такие слова добрые сказали. Я думаю, может быть, я в самом деле такой хороший. Но буду считать, что неплохо. Спасибо. А вам за то, что вы собрались, выслушали. Сам я никогда вам это не рассказал. А вы теперь будете знать. Можно ценить дальше или нет. Мне очень приятно было встречаться со школьниками. И в Шиповатом, и в Ольховатке, и в Приколотном, да и в родной школе, где учился. Если бы той красной, которой я учился, было бы еще приятнее. Но та не сохранилась, к сожалению. А мы ее любили. Клавдия Анисимовна, когда на эту речушку вспоминали, так я уже там переправы наводил. Я не хотел ходить по Горези через мосты, а там всегда Горезь. То я уже там какие-то переправы строил, и ходили все напротив своего дома. Это было первое мое преодоление водных преград. Я не знал, какая мне судьба будет. Но, видимо, Бог метит. Что делать кому? Так. Спасибо вам, дорогие друзья, земляки, товарищи руководители. Пожелаю вам урожайного года, благополучия в ваших домах, здоровья. А вам я слышу еще большего вдохновения в руководстве. Сколько я слышу отзывов. Спасибо. Говорят люди вам. не так. Не так. Не так. Не так. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые товарищи, желающих больше нет, что мне хотелось в заключение сказать. Ну, во-первых, Иван Афанасьевич, ваш подвиг никогда не будет забыт на Великом Бурлучине, не будет нас, но ваш подвиг, он останется, как говорится, в историю, и он записан. Никогда за вас не забудут Великобрлучане. Я думаю, что пройдут года, все станет на свои места. Те, кто воевал, свою кровь проливал, я думаю, что они не будут забыты. Особенно вы. Ваш подвиг никогда не будет забыть на Великобрлучине. Поэтому я здесь говорю, Иван Афанасьевич, что есть ли какие-то проблемы, вопросы, мы постараемся все для вас решить. Приглашаем вас. Будет возможность всегда приезжать к нам. Мы будем стараться вас встретить, как положено. Мы никогда вас не забудем. От всей души я хочу сказать вам спасибо, что невзирая на этот возраст 80 лет, вы приехали, встретились на Великобрлучине со школьниками, учителями, с нами встретились. Мы низко просто вам кланяемся за то, что вы и сейчас, говорится, в строю, и тоже совершаете такой подвиг 80 лет, приехать в такую даль, и еще, говорится, ездить и заниматься здесь патриотическим воспитанием нашего подрастающего поколения. Мы горды вами. И никогда ваш подвиг не будет забыть. Еще раз разрешите от имени районной государственной администрации, от имени районного совета, от имени всех присутствующих в этом зале, поздравить вас с днем рождения, пожелать вам счастья, добра, благополучия, чего самого наилучшего мы от всей души, дорогой, желаем Ивану Афанасьевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, все, товарищи, там, кто приглашался, в час, да? В час, пожалуйста, да, в 13.00 года, по чарочке, там, остальным большое спасибо. Вот сегодня немножко организация после профилактики Дня Победы лучше. Спасибо вам большое всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Скажешь, когда мы готовы вымыти? Значит, как мы идем, предлагаем, и потом будем просто ходить, а он нас будет с ним. Сейчас мы, например, собираем все, да. Бывает, в воде и не в даче, когда погода вот не холодная, никак не много, но вообще-то всегда включаем вечный огонь. Вот тут митинг, торжественная часть. Обязательно солдатов приглашаем. Вот здесь, пожалуйста. Да, вот здесь давайте возложим. Так, в воде. Да. Пожалуйста, вы первый. Постоинный. Скорость. Отклоним еще. Ну что, давайте обойдем, глянем. Мы же 3 февраля освобождены от Великих Барлок. Как раз эти воины освобождали. По-моему, 2000 воинов освобождавших Великобролучину погибли, насколько я помню. А, Николайчикович. Да, да, да. Погибло, освобождает наш Великий Барлок. И потом это же не Великий Барлок. Именно красноармейцы. Красноармейцы. Так что видите, как все подросло. И березы, и елки. Ухаживаем. Ухаживаем, да. Стараемся еще отслеживать все. Самое, конечно, печальное, Иван Афанасьевич, тут все вроде бы на месте. Но вот там, конечно, идет увеличение. И при том, некоторые ветераны говорили, что вот из года в год чисто арифметически 100 человек уходят. Именно ветеранов войны. Да нет, больше. Уже тут не арифметически. Да, с прогрессией. Наверное, геометрическая тут прогрессия. Уходят, потому что возраст. Уже 75-летняя. Осталось единицей. Обновления вот тут приходят. Они больше, можем назвать их, они больше тыловики, чем участники боевых действий. Остался еще приходят в живых. 27-й год. Редко, который там 25-й год. И совсем 27-й год. Ну, 27-й они уже не участвовали. Ну, мало там. На Дальнем Востоке кое-кто сейчас. А, да. Только, да. Мало, да. Мало, совсем мало. Так. Это область вам прислала. Это вам область. Значит, талон мы нашли. Талон мы вам ручили. Так что. Ну что, давайте вот так пройдем. Костя, а ты снимешь. А ты что? Вот, Иван Афанасьевич, давайте вот сюда гляньте. Там ты захоронили. Иван Афанасьевич, да. Двое наших девчат подпольщиков, которые немцы расстреляли, ну, поймали, расстреляли в годы оккупации. Их... Откуда эти девчатки? Это местные наши девчатки. Местные девчатки. Бурлутские. Да. Бурлутские, Бурлутские. Да. Галицкая и Громова. В 42-м году они были немцами зверски уничтожены. И вот уже в послевоенные годы мы сделали перезахоронение. И здесь, на этом месте, в святом месте... Иногда лет, наверное, 12 назад. Не-не, немножко меньше. 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 Да, я помню. Меньше. Меньше. Да. Да. Тут есть и наши летчики. Поднялись. Может быть, надо будет их... Мы были на стену, а наши гусары, летчики. Капитана Гусарова. Тоже 42-й год. Вон ветеран как раз идет, я же сказал. Колбаса, Александр. Здесь. Летчики. Да. 42-й, 43-й год. А что, приколотнен? Никого нет. А что? Куда никто не приехал? Так надо будет звонить. Надо будет звонить. То не годится. Что ж мы... Шикали бы ручку. И на колодне. И на колодне Владимира Новгоровича. Ну сейчас мы сразу позвоним. То не годится. Что же не так? А ты предупреждал? Нет. Я только что предупреждал. Я лично Владимира Новгоровича простил. Я же лично его простил. И он же сказал, что он мое сегодня только... А, нет. Он должен был вчера приехать. А это уже... Гражданское 50-летие, комсомольцы сделали вот такую стеллу. Мы упустили, надо буду вас свозить и показать, Иванов Анатольевич. У нас хорошо сделаны сейчас в нашем Доме культуры выгравлены прямо на стене фойе. Вы не видели, да? Все герои Советского Союза, не-не-не, портреты героев Советского Союза, портреты героев социалистического труда всех наших и все погибшие земляки из Великого Бурлука. Кроме одного записали, он жив. Ну я сказал... 457 ежев. А кто? Я сейчас не помню фамилию, но я сейчас если гляну, я скажу сам. Он сам живет в Одессе. На России не успехаете, а не был так? Жив, как он был? Ну, наверное, какая-то отчетность, да. Как говорят, дай Бог, чтобы он жив. У нас это, кто, Кротюк, он же астарбайтер, вот я помню, он тоже приходил. Его считали, что он тоже погибший, а он оказался жив. И он тоже приезжал туда, он же в Германии ездил и воочию они убедились, что он жив. А он там был в списке именно того места, где считали, что он погиб. А я сегодня первый раз такое услышал, я тоже не слышал. Я не слышал такое. Это Клавдия Анисимовна, да. За ранение я знал, что вы в госпитале лежали, а что именно там считали, что вы погибший. От каждого сельсовета у нас, вот видите, Чернянского, Миличанского, Рублинский, Андреевский, 120, Веломский, Миловский, Малобойловский, Червоноквейля, да. Это совхоз и там же сельская рада, Ольгойковский село. Ну, бачите, 240 человек, уже села почти там немало. А сколько отдано было ради победы? Село, наверное, большое было? Когда-то было большое колхоз, когда-то был, Вот там, где мы с вами были, в Шиповаде, 160 человек, бывший Ильховадский район, 250 человек ушло и погибло. Прикладнянский поселковый. А вот Бурлук. Великий Бурлук, самый больший. Это то, что по архивным данным, а на самом деле, наверное, гораздо больше. Конечно. Скорее всего. Давайте глянем на Великий Бурлук со стороны отсюда. Вот я несколько лет, Костя как раз-то сделает съемки. Вот Великий Бурлук, это память вам останется о нашем Великом Бурлук. Давайте вот там пройдем. Панорама. Прошу. Как на ладони. Да, видите, наши... Панорама. Да, наши... Лышка. Башня. Сверхзавод. 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 Давайте мы немножко туда ниже пройдем, и все будет полностью, весь обзор. Вот Костя сейчас снимет Великий Бурлук. Фотографирует. Давайте вот на Останье напомним. Напомним. Чтоб труба-то не попала. А, Костя это может сделать. Сделает. Сделает. Великий Бурлук. Великий Бурлук. Говорите, говорите, все будет... Каждый кулик свое болото хватит. Да. Мы к своему болоту привыкли. Да. Радуемся, когда у нас праздники. Горюем, когда у нас какое-то вообще горе. Бывает и такое. В последнее время, к сожалению, такое больше бывает. Но мы верим, как вы верили в великую победу. Мы верили. Мы сейчас верим, что мы все-таки преодолеем все. Что сможем победить. Потому что у нас же такие были славные отцы и деды. Такие славные были герои, как вы. Поэтому огорчаться или падать духов нам нельзя. Нельзя. Иначе вы нас просто будете... Ну, не простите. В втором случае мягко ставьте. Или неправильно поймете. Или неправильно поймете. Да. Да. Сложно, Иван Афанасьев. Если честно говорить. За эти десять лет нашей незалежности он записывает. Но мне надо было показать. Но практически ни новой техники. Никаких вливаний в сельское хозяйство. А мы еще как-то барахтим. Еще что-то получаем, какой-то урожай. Выращиваем его. Технику тут сохраняем. Ежегодные техосмотры устраиваем. Честные победители. И доярок, и механизаторов. Ну, а как дальше будет? Теперь уже ж видите. Мы полностью уже в капиталистическом обществе. В частном. У нас же колхозов и высокозов. Все. В частные арендные предприятия. Или открытые, или закрытые акционерные общества. Там уже хозяина, хозяева, паны. Как их называют. Или господа по-русски. Паны, да? Паны. Да. А у панов, конечно, нема за душой ни копейки, ни техники. Кроме людей, и долгов перед государством, и долгов по зарплате перед людьми. Да. Мы буквально вот до двух, вот эти два года, мы нормально не платим зарплату. А до этого мы еще пытались, додавалили, платили заработную плату. Вот за эти оставшиеся последние два года, к сожалению, до 6 миллионов долгов у нас перед тружениками села. До 6 миллионов у Ивана Ханасова. Только по нашему району. Это цифра страшная. Хотя отдаем натуроплаты, зерной, тыличками, продуктами питания. Построили ж малые там всякие комбикормовые заводики, хлебопекарни, крупорушечки. Вот оттуда люди все берут. И вот этим мы еще живем. Отдаем телят, отдаем поросят в счет заработной платы. Так что... Ну, сейчас уже поросят люди не хотят брать. Уже не выгодно держать. Да не выгодно, кормить не надо. Самое сейчас выгодное коровку держать. Ивана Ханасова. Вот он, вот он. Красный. Да, он не такой, как листья. Совсем не такие. Листья совсем не такие. Ну, давайте пройдем туда дальше. Покажи. Надо бумажку. Иначе на зеленом станет весь пиджак. Не, не будем. Книжку. Так мы сейчас еще садим. Уже настоящая дуба. Не вообще. Да. Не прижимите. Будь ключи. Что-то не как. Что-то подвесны. Подвесны. Да нет, очеринки. Это же два года назад посади. Ну да. Да, ну что-то надо. Вчера рулишь, чтобы нормально уже ходить. Надо вон красный. Да. Давайте подойдем туда. Вот. Такой же. Вот это и красный дуб. Такого вы нигде уже не видите. Не, не, не. Экзотик. Африка. Бурлудская Африка, да? Ну что, есть предложение. Давайте на пруд проедем. Поедем. А потом поедем в парк. Вы пока это место, где вы там своими руками дерево. Подождите. Батюшки, мы уже идем подождать. Сейчас я позвоню. Пойдемте с машины. Можете сплять сейчас. Да служат они. Служба. 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 Да, служба. Они не сплят. Да. Нашу еще раз. Пришли. Ну туда, в ту сторону заходить мы не будем. Ну там все грязно. Там я никого не знаю. Кого и знаю. Если бы вы знали, где Серафим Гаврилович. Не знали. Это учитель мой. Азаренко. Мой любимый учитель. Ох ты любимый. Это надо было, если бы раньше мы познали. Мы познали, конечно. Ну ничего. Мы не последний раз сюда приезжаем. Так что мы узнаем. Это видно где-то в лесу. В лесу, да? В лесу. Так может даже он и не здесь. Может быть на той машке. А может быть на золотой. Здесь, да? Здесь, да? Ну Василий Васильевич может. Он же меня тоже учил. Тоже учил. Да. Он был строгий. Да. Требовый. Грамотный. Ну Лида ж тут училась. Она знает. Грамотный. Говорят, что он неграмотный. Неграмотный. Конечно. Ну что вы неграмотный. Ну так. О чем вы речь ведете? Конечно. Шибцограмм не говорили. Всяких болтунов. Конечно. О чем там речь вести. Это ж Азаренко. Гарная. Анатолий Дмитрович. Анатолий Дмитрович. Анатолий Дмитрович. Это Яновский. Да. Ну кто там еще из таких. Ну это вы. Из старшего поколения. Рашевская. Нет. Я не знаю. Рашевская. Мальвана русский язык и литературу. Ее сын в Киеве живет. Доктор технических наук по авиационной части. Ленька. Да. А это ветеран войны. Скидан Иван Кузьмик, его уже не имел. А Григорий Кендратович, он же тоже ветеран войны. Это учитель, он тоже старый учитель. Ну что, так мы вместе. Да, да, да. Где-то 3 метра глубины есть. Чуть больше 120 метров длины. Это рыба. Вода у нас проточная. Вот у нас мы там прокопали русло, сделали искусственное. Вся подпитка у всех родников. Тут у нас есть специальные трубы заложены. Подпитываются сюда. А исток отсюда сделан в речку. На той стороне у нас река. Так что у нас тут гидротехнические сооружения. А как вы нашли? А это же институт. Все, разработал, просчитал. За это все делали. Карьков? Карьков, да. И сколько? Ну, наверное, 8 лет. Лет 5 или 3. Или же больше. Мы же полностью прочистили русло реки. Аж до самой почти сельхотехники подошли. Вот это. Вот водохранилище. Вот это все было прочистено. Ну, в основном что у нас? Караси. Лещи. Тут щука. Тут, наверное, караси. Может быть, карп есть. А щука в этом самом. А щука в реку в речке. Хорошая щука. Ну, вот отсюда как раз вот там мемориал. А вот роща, которую вы проезжали. Смотрите, какая огромнейшая роща берез. А вот эта с правой. С правой стороны. С правой стороны. От телевышки с правой стороны хорошая береза. А дальше с буручки дубовый лес. Сергей Гринсон. Нам хорошо было. Нам хорошо было. На этом. Или на утру. Да, вот отсюда хорошо видно. Да. Да, из Дмитра хорошо видно. А здесь. Вот за этой березовой рощи хорошо видно. А мы расстались. Вот символом. Нам да где надо. Наслите. Ну, все, там началось. Ну, конечно, то он прошел и тепло стало. Тепло. Ветер же сменился, еще надо дождик, а еще дождик, да? Да, едем, ну там русло реки, шар прямо за этой дождик, ничего не скажешь. Так, едем сейчас в парк, да? В парк, в парк. Да, хорошо. Спасибо Василий Василий. Я первый, ладно, я первый. Вы, 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 отсюда, раз ему. Я его сажал. Подождите, это ж дуб. Дуб, дуб. Ну, это обычный дуб. В 78-м. В каком? В 77-м. В 77-м. Костя, записывай. В 77-м год. Дуб, посаженный Иван Афанасьевичем Кельбердой, нашим героем Советского Союза. А когда, Иван Афанасьевич? Весной, осенью. Ну, где только дню победы. То есть на майские праздники. На майские праздники, да? На майские праздники 77-го года. Да. Посадили. Сколько? Да. Да. Помогала мне. Да. Да. И тут ветераны тоже мало. Ну, посадили вместе с ветеранами, да? Да. Да. Так что тут можно сделать? Говорите. А что тут сделать? Вот эта ветка. Вот эта ветка. Вот за нее. За эту большую ветку. Надо какую-то дугу и металлическую пластинку, да. И там написать, если считаете нужным. А что мы сделаем? А если тут? Тут сломают. Нет. Нет. На высоте как раз хорошо. Да, да, да. Она и видна. Да. Все. Задача для нас понятна. Все понятно. Это не задача. Ну, это хорошо, чтобы мы узнали где-то что. Да. Узнали что. Подойдите, Иван Афанасьевич, еще к своему саженцу. Костя, сними, пожалуйста. 1977 год. Это уже сколько? 23 года? Это 20... Какой рост? 23 года. 23 года. Обычный дом. Обычный дом. Ну, красавец. Бурлужский дом. Подстать нашему герою. Будет хорошим. Памятью будет. Будет памятью. Теперь мы будем знать. Смотрите, вот 4 человека свидетели. Значит, мы будем знать. А то шучок можно обрезать. А то мы сделаем. А то почистим. Да. Мы подумаем действительно как сделать. Значит, масок не обязательно. Не-не-не. У нас все маски. Это закон у нас. Это у нас принято. Детвора сделала побелку. Почистили все. Вот так. Почистили все. Тогда еще надо написать. 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 Вот и не знали. Не нашли ручку. И у нас все сделаем. Обещаю. Все сделаем. Я и Виктор Михайлович буду ходить и все будет сделаем. Наверное, мы сделаем не так, как сделает Василий Васильевич. У него будет больше возможностей. Заклажим за то. Нержавеечку такую надо сделать. Хорошо на то. Таблеечку про то. Надо же... Знаете. Это действительно надо приварить эту душу. Конечно. Подумаем как. На болтах? Нет. Закрепить ее на болтах, но сделаем так, чтобы резьбу нельзя было скрутить. Да, да, да. На этом мы еще умеем. Да. Это у Русской Ивана не снять. Парк подрос. Да, новый, молодой. Хороший парк. Хороший парк. Хороший парк. Хороший парк. Тут старшее поколение. Давайте сделаем перерыв. Минуту нашел. Так. Я зайду еще домой. Потом мы к Вам подъезжаем. А что подъезжать? Тут рядом у меня. Я вас подвезу. Может быть обратно. Потом обратно я к Вам заеду и уже едем туда. Может быть обратно везти, когда уже не годный будет. Да. То обязательно. Да нет. Мы за эту неделю уже убедились. Так что все в порядке. Ну что. Спасибо. До встречи. Хорошая компания. Николай Тихонович. Час дня. Да. Все. Можно на ревни всей компанией закинуть? Да нет. Не, не, не. Мы сделаем так, как Костя будет обязательно. Мы ему место там обязательно зарезервировали. Мы глухие. Все. Спасибо Костя. Первый или это уже второй этап празднества. Юбилея Ивана Афанасовича. Это уже пятый. Пятый. Но не шестой. На шестой мы там уже остановимся. Все правильно. Ну все. Пойдемте. Спасибо. Так. Ну ладно. Тогда я пошел. Все. Не прощаемся. Я Ивана Афанасовича отвожу. Костя, ты забираешь пищу. Все. 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 Все.